И снова здравствуйте, мы продолжаем прямые эфиры на Укрл.ФТВ. У нас в студии Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте поговорим, наверное, о том, что последнее время снова обострилась ситуация на фронте. Вот мы помним и знаем о том, как Владимир Путин умеет использовать такие, ну я бы так сказала, моменты, когда... Ну не то, что без власти, а моменты такого перехода власти от одной политической силы к другой политической силе. И вот иногда ему очень удается играть на всех этих обстоятельствах. Вот вы с этим связываете то, что обострилось там все или нет? Ну тут такое, как бы, я не думаю, что Путин отдает приказ стрелять 122-мм батареей. Но он может дать общее указание, типа, да, пустите кровь немножко, давайте немножко раскованнее себя поведем. Там же смысл в чем, что уже больше двух лет военнослужащие 1-2-го армейских корпусов, которые они наивно называют народными милициями ДНР и ЛНР, да, на самом деле это российская армия, восьмая, они находятся в таком тяжелом морально-психологическом состоянии по двум причинам. Да, почему? У них очень маленькие зарплаты, по трем. Отсутствие перспективы боевых действий. Что если Россия объявила, что наша задача всунуть вас обратно в Украину, то смысл. Вот я пришел к вам и как бы стреляю в вас, для того, чтобы вы меня приняли на особых условиях. Ну, это же маразм, правильно, как бы, да. И они все еще воевали за Новороссию, за присоединиться к России, за недависимость. Но стрелять в тех, где ты должен будешь жить в одном государстве, пусть даже в спецстатусе, солдат на это не пойдет. Рисковать конкретной жизнью ради таких сложных политических ходульных конструкций, это не то. Цель должна быть простая и ясная для солдат. А во-вторых, они большие потери, чем мы несут, намного больше. В силу там российского разгильдяйства, в силу того, что они пытаются активничать, там больше, чем наши, да, скажем, ДРГ всякие лезут вперед и прочее, прочее. И системы несли потери больше, чем у нас. Вот у нас там 10-20 человек в месяц погибают, у них 40-60. И у них валится морально-психологическое состояние. У них реально вот так вот погибают? Да, 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 да. Видно по радиоперехватам, это там разведка рассказывает и так далее, и так далее. Это видно все, что они вот сильно проседали. И вдруг им объявляют, мир, мы не будем стрелять. Кучма говорит, да, что мы не будем вести огонь в ответ. Они, ну вот опять же, война артиллерийская в основном, а наша артиллерия на голову выше их. По сумме разных причин. И как только они откуда-то пытаются стрелять, то туда очень быстро прилетает в ответ. И очень точно. Иногда на упреждении. И тут объявляется, что не будет стрелять. Вот Кучма говорит одну фразу, которая, как потом выясняется, вырвана из контекста. И у них взлетает морально-психологическое состояние. Очень сильно. И они сразу получают, да так давайте, а раз не будут стрелять, вперед, пробуем. Сразу попробовать на нас. Вот история с Азовом. Азов кошмарил там на Светлодарской дуге. Кошмарил в ничем не поминных. Ну, это фигура речи россиян там, да, на той стороне. Ну, недельки три, наверное. А может и больше. И видео выкладывали и так далее. Ответа не было. Только Кучма произносит эту фразу. Они выкатывают батарею 122-мм гаубиц. Там не 120-мм. Ну, и стреляют в ответ и попадают по блендажу, в частности. По Азову. Да, по Азову. По Азову, да. И, ну, 122-мм снаряд, это, в принципе, такая штука, куда бы он ни попал, читайте, конец. Там только сидишь и молишься, чтобы не попало физически. Спасения нет, он пробивает и блендажи, и все остальное. А про 152 и говорить не хочется. Так вот, следующая ночь двое убитых, опять двое убитых, опять двое убитых. И у них резко это видно по радиопереговорам, по всему остальному. Видно, подскочило морально-психологическое состояние. Давайте кошмарить. Можно. Подождите, но у нас что-то стреляет? Наши, конечно. Это же просто гипотетически там было сказано. Хочем это сказал. Гипотетически. Так вот видите, цена вот таких вот оговорок. Она уже прямо оказала отрицательное воздействие на ситуацию в зоне конфликта. Люди выкатили, начали применять. Что произошло? Они практически около года не применяли 122-мм артиллерию, запрещенную в Минск. Там максимум это 120-мм минометы, которые тоже запрещены, но ими постреливают радостно все, как бы, да. А вот так, чтобы выкатить, это противники же давно друг друга знают. Стоят в одних и тех же местах, там, шестой год уже, да, практически. Все там знают по имени, отчеству, у кого какие любовницы, кто куда ездит, какое топливо продают. То есть даже настолько. Настолько, да, и так далее, и так далее. И есть так, было паритетное отношение. То есть 120-мм миномет – это самое крайнее средство, которое очень редко в ответ на какие-то эксцессы стрельную из Птура убили наших или наши убили их. Там вход начинает идти, там, более-более серьезные аргументы, скажем так, разово, чтобы проучить стороны, как это, проучивают друг друга. И вот так вот системно неделю подряд лупить на разных участках 122-мм, тем самым, и всякими старшими средствами, это означает смену правил игры. В пользу они нас пробуют на зуб. Что же мы будем делать? А вдруг Киев действительно даст команду запретить стрелять в ответ? Или ограничить сильно? А тут же же момент какой-то, прямой команды может не быть. Никто никогда не скажет военному сразу, что вы там не стреляете, сидите под обстрелом, но не стреляйте. Они скажут по возможности, что не отвечаете. Если точно не по вам, не стреляйте, не провоцируйте и так далее, и так далее. А там дальше начинаются низовые командиры. Вот командир очень хочет в академию. И рядом еще трех командира хочет в академию. А старший начальник пожелал, не приказал, а пожелал, чтобы лишний раз не стреляли. Как вы думаете, он будет быстро стрелять на упреждение или все-таки потерпит, чтобы не ссориться со старшим начальником перед поступлением в академию. Ясно, что большинство командиров придержат. Часто этого придержат, хватает, чтобы погибло два солдата украинских. Формально никто ничего не запрещал. Алексей, вот я тогда хочу вас вернуть более глубоко к этой теме. Вот скажите, разведение войск, это самое главное, о чем мы должны сейчас говорить? И вообще, возможно ли говорить об этом? Потому что сейчас снова заговорили о реализации Минска. Вот мы как-то два года последних, мы знали, что есть Минск, и мы говорили, что мы не выполняем Минск, мы не можем выйти из Минска, потому что санкции, но мы все равно его выполнять не будем. Россия плюс-минус шла таким же путем. Она говорила, что мы ничего этого выполнять не будем, но там вот, все это зависало. И вдруг, вдруг наши западные партнеры, даже не мы заговорили об этом, наши западные партнеры начали всерьез говорить о реализации Минска. И последнее интервью Эммануэля Макрона, оно, честно говоря, поразило меня, потому что там было сказано приблизительно следующее. Это не цитата, но он сказал, что мы должны каким-то образом поощрять Россию за то, как она старается выполнять Минский договор. Это первая фраза. И вторая, которая, честно говоря, меня тоже удивила, это то, что снова активно заговорили о том, что мы все должны имплементировать этот Минск. И хотя бы начать с разведения войск. Вот как это сейчас возможно, насколько это возможно? Да. При Порошенко нельзя было, он пришел в Зеленский, можно было реализовать Минск. Ну, во-первых, очевидно, что Запад играет в очередную попытку накормить крокодила, надеюсь, что он съест его последний. Вот объявили 10 июня о разведении в районе Стамицы-Луганской. Там же шпост, переход, 16 тысяч людей приходят каждый день туда-сюда, крупнейший переход к ВВП. Ну, и боевики сорвали его. Наши не стреляли, они боевики, российские военнослужащие. Они его сорвали. Да. России не нужно примирения. России нужен процесс. Мы в ловушке цели полагающего мышления все. Макрон и мы с вами. Мы все считаем, что должны быть цели, они последовательно преследуются. Да, стратегии могут быть гибкие и так далее. России не нужно в этом отношении никакого, достижения никаких целей. Им нужен процесс растянутый. Почему? ШЛНР и ДНР – это две раны в нашем боку, куда пальцы всунули, управляя нами нашей внутренней и внешней политикой, размениваясь. Теоретически для России было бы идеально привести нас в состояние финляндизации. Есть такой политологический термин. Что вы имеете в виду по этим состояниям? Ну, как Финляндия. Есть такой политологический термин. Финляндия же в советское время была… А, финская армия была поражена российским оружием, советским наполовину. Экономика была… 85% финской экономики работали на Россию. Была цензура наложена на антисоветскую деятельность внутри и снаружи. И Финляндия обязалась не вступать в никакие блоки, которые могли бы угрожать безопасности Советского Союза. Как бы независимая страна, но полностью кровеносными сосудами прожисла и нервной системой в Советский Союз и зависела не тотально. И до сих пор в таком статусе, кстати. Так вот, они хотят финляндизировать Украину на ближайшем этапе. Федеральная, слабая, русский второй государственный, ЛНР и ДНР со спецстатусом находится этот самый. Тема ЛНР, ДНР и Минска разделена. Это главная их сейчас задача, ближайшая, это разделить, вести переговоры отдельно по ЛНР, ДНР и по Крыму. При Порошенко как-то старались напоминать, что это один и тот же комплекс вопросов. Там оккупировано и там оккупировано. Сейчас эта тема вообще снята с повестки, то есть промежуточной цели Россия уже достигла. И она продолжает бить в этом отношении. Я не знаю, что Путин говорит и по каким каналам всем этим Макронам и Трампам, что явно оно в официальном это не находит, но вот у них возникла иллюзия, это явно устойчиво видно, потому что вы говорите по другим признакам, у них возникла устойчивая иллюзия, что можно попытаться помириться. Что России там немного надо. Им нужно кое-то там, чтобы Минск выполнялся, чтобы все мирились и вот чтобы вот какие-то подвижки произошли в политической части, там регулирование, например, спецстатус и так далее. И желательно обойти вопрос миротворцев. Потому что миротворцы, введенные туда, сразу заметят, что там российская армия, а вовсе не народная милиция. Надо быть абсолютно слепыми, там даже если дружественные миротворцы зайдут, они не смогут замолчать. Вот и все. А российская армия, это уже совсем другой статус переговора, в России не может быть посредником, она участник конфликтов. Они стремятся избежать. То есть у них есть текущая задача, они выполняют. Важно, чтобы болелась кровь из боку Украины. И Украина громко визжала или кричала в Европе, что вот мы там, ай-яй-яй, у нас болит. И все эти Макрон и Меркель и Трампы говорили, ну боже, ну давайте уже прекратим это, потому что мы устали это слышать на каждом заседании паре и так далее. Активное возвращение в паре. Сегодня опять на коне. Традиционно Россия летом на коне. У них осенью и зимой проблемы. А вот лето в они почему-то, то ли в Европе устают от жары, то ли еще что-то, и в Вашингтоне. Вот они, прошлым летом у них была Олимпиада, помните? Они очень успешно там дружили с Западом, и потом там раз, одна, вторая, другая, третья. Поэтому пока кровь льется, им хорошо. Как в Сирии, как в Венесуэле. Алексей, но мы же сами, повторюсь, мы сами подписали Минск-1, мы сами подписали Минск-2. Мы сами, я хочу напомнить, Верховной Раде продавили принятие закона об особом статусе, который вступит в силу «если» при оговорках. То есть если, тут же в чем фишка? Мы же все подготовили для этого «если». Да, но обмениваем на безопасностную часть, которую Россия не выполняет. Так вот, в чем главное, сейчас главный вопрос. Вот вы, как человек, который все время отслеживаете этот конфликт, который живо интересуетесь, а как вы, верите, что можно сейчас сделать? Ну, кроме того, что ну просто там отказаться от Донбасса, это давайте все-таки вынесем за скобки, потому что это очень простой ответ для вас. Давайте подумаем, что тогда. То есть, понимаете, сейчас, я понимаю, вот вы сейчас сказали, там разделили, и создается впечатление у Путина, что как бы можно. Кстати, Болтон сегодня сказал, что победа Зеленского создает новые возможности для примирения. Но на секундочку, это наши стратегические партнеры говорят об этом. Это один из функционеров наших стратегических партнеров. Ну, это советник Трампа, причем по безопасности. Да, это влиятельный человек, это важный. Поэтому вот как вы понимаете, что тогда, какие шаги могут быть предприняты? Для чего? Ну, для того, чтобы он становился мир на Донбассе. Ну, я ястреб. Мир-то должен. Я ястреб. Со мной о мире говорить не спасло. Вы хотите, чтобы мы отвоевали? Я хочу, чтобы мы воевали, да, долго, упорно, потому что исхожу из пролонгированных целей Российской Федерации в отношении Украины и Запада коллективно. В моей модели реальности, возможно, она ошибочная. Россия ведет стратегическое контрнаступление против Запада с тремя целями. И поквитаться за поражение в Холодной войне, восстановить СССР частично, разрушить коллективную систему безопасности, по крайней мере, в Восточной войне. Ну, это понятно, да. Какой мир, о каком мире можно говорить? Мы, де-факто, правый фланг НАТО. НАТО сейчас увеличивает отношения с Россией и НАТО, провалились ниже уровня 1987 года. Потому что, когда они разорвали договор про ограничение ракет малой и средней дальности, он был заключен в 1987 году. Значит, мы вернули ситуацию до этого. Американцы перебросили стратегические бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием в Британию. Впервые с 2002 года. Они делают учебные заходы на военно-морские базы России на Балтийском флоте. В Польше США подписало соглашение об увеличении войск. До 2000, да? Да, перебрасывание. Это передовой контингент развертывания. Перебрасывается туда огромное количество войск. Количество учений на этот год запланировано до следующего июля. 20 штук в Восточной Европе. Такой интенсивности боевой подготовки не было со времен чего? Холодной войны. Я не знаю, если с 1945 года было при такой интенсивности боевой подготовки. То есть Запад с Россией находятся в состоянии холодной войны, ледяного мира, а мы что-то должны мириться. На каком основании? Я вам скажу. Потому что вы сказали, что мы правый фланг НАТО, но мы не члены НАТО. Мы остаемся in between, потому что НАТО-то остается по ту сторону границы. Вот хитрые НАТОвцы недавно опубликовали такую интересную штуку. Они сказали, что им для того, чтобы обезопасить страны Балтии и Польшу от российского вторжения, возможно, от операций, не хватает 5 лет и 350 миллиардов долларов. Они не успевают развернуться. Значит, на кого у них расчет весь, если что? Оперативная готовность россиян 2020-2021 год. На нас? Конечно. А нам-то это зачем? 400 тысяч силовиков и 600-250 тысяч резервов. А нам-то это зачем? А какие у нас варианты? Ну, точно не такие. Но если мы помиримся... Ночной дозор, что ли? Нет, если мы помиримся... Уйдем всей страной? Если мы помиримся, Россия нас поглотит в течение 10-15 лет. Что такое помириться для вас с Россией? Фильмфильминдизирует. Что такое для вас помириться с Россией? Это развернуться задом и снять штаны. Нет, давайте по-другому. А сзади такой большой медведь как бы достает. А вот Минские соглашения, это помирится с Россией? Минские соглашения, можно пойти на них, при условии, что Россия начнет выполнять безопасностную часть первой. Это, по-моему, самое простое, что она может сделать. Да, но она не делает. Если она это сделает, что будет дальше? Если она это сделает, то мы начнем выполнять политическую часть. Очевидным образом, да. Что тоже является большой ошибкой. Потому что, как только мы этих людей запустим местную власть, как это, легитимизируем все вот эти вот народные милиции в том или ином варианте. То есть они получат спецстатус плюс что? Плюс свою вооруженную силу. А потом они придут в политику на национальном уровне. То это процесс финляндизации будет останавливать гораздо сложнее. Там паровоз уже разгорится. Россия ведет финляндизацию. Это этап. Они его, я так понимаю, планируют в 25-26. А в 28-32 будет следующий этап. Следующее поглощение. Там очень хорошие стратегические планировщики. Чтобы где-то к 45-му часть Украины или вся Украина стала СССР-2. Ну, это, знаете, по живому виду. Им даже с Белоруссией это пока не удается. Так это же стратегический уровень. Там горизонт планирования 5-7-10-15 лет. Кто у них там умный такой планируется? У Суркова, что ли? Так имперская школа. Там полно людей. Смотрите, опять же, помните, Примаков был такой дядька? Ну, не самый глупый. Заметьте, что пока Примаков был жив, они в Сирию не заходили. Войсками. Там были отдельные советники, это все 5-10-е. Только Примаков умер, все, началась операция в Сирии. Ну, так а что в Сирии-то они хорошо себя чувствуют? Хорошо себя чувствуют, да. И вот они очень хорошо хотят чувствовать себя в Венесуэле, в Центральной Африке, да, и особенно в Украине. Вот я всем этим премьеральщикам всегда говорю. Северо-Россия лезет в Венесуэлу, готова обладаться с Соединенными Штатами за 17 тысяч километров от российских границ. То, как вы думаете, она Украину в покое ставит? Она будет вести войну не военными средствами. Это экономическое поглощение, так или иначе, преференции, бизнес зайдет, опять снова по кровяностным сосудам пойдет. Подождите, извините, перебью, но у нас куча российского бизнеса, куча российского капитала до сих пор, и заходит российский бизнес, и комфортно себя чувствует, и независимо энергетически. И товарооборот увеличивается, и так далее, и так далее. А зачем же они воюют, как вы считаете? Зачем? А вы как считаете? Ладно, почему мы воюем, почему они воюют? Зачем им нужно там? Нет, ну это вопрос внутренней политики. Нет, вопрос войны в соседнем государстве не может быть вопросом внутренней политики. Это внешняя политика. Они ведут нас к финляндизации. Безопасная, выхолощенная, подобно Боснии и Герцеговине, страна, у которой символическая армия не способна решить ни одной серьезной задачи, ни от защиты от военного вторжения, ну как бы есть, не отбирали армию. Финляндизированная и полностью тотально зависящая в вопросах внешней политики через систему координации. Вот она, прежде чем любое телодвижение совершить, Украине придется отпросить в Москве, потом в Вашингтоне, потом в Берлине, только потом этот самый. Идеальный вариант. То есть Россия согласна на то, чтобы Украина подчинялась одновременно, условно говоря, Москве, Вашингтону и Берлину? Конечно, на промежуточном этапе. Потому что для них это является переговорной площадкой. Для чего им все эти конфликты, которые велотекущие? Их вынуждены слушать Россия в этом случае. Потому что, например, если Трампу надо переизбраться, то уладить украинский конфликт – это очень мощный плюс к избирательной кампании. А у них же выборы, вы же правы. Любой миротворец – это очень большие баллы всегда в лице обывателя. Еще Нобелевскую премию мира можно получить. Такой конфликт приходит. Заметьте, что Клинтон переизбирался на КМДевицких соглашениях. Премьерал Израиль и Плестина. То есть это такой стандартный политический ход на Западе. Стать премьеральщиком очередного конфликта Хуту и Туци и залезть на следующий срок. Трамп же хочет на следующий срок, не хочет импичмента. Почему бы не попримерять Молдову и Украину, например, или еще что-нибудь. При том, что в Венюссуэле жесточайшая схватка, при том, что в Европу перебрасываются войска. Американцы восстановили второй флот, который, слава богу, почил в базе уже много-много лет, 30 назад. Он отвечает за безопасность конвоев с Северной Америки в Британию, в Европу. Да и с Ираном разворачиваются. Да, с Ираном разворачиваются. С Китаем торговые войны. И вдруг такие вот примирительные инициативы. Ну, это волна. У нас должны быть свои стратегии. Какая волна? На Западе, очередная. Видимо, перед схваткой Сырана. Назовите ее, какая это волна? Ну, например, сдайте нам очередной попытки эти шахматы сыграть геополитические. Вот они и говорят, примирительская волна, давайте так. У нас сейчас проблемы с Ираном и Китаем, займите нужную сторону. Давайте подвижки по Украине, говорят россиян. Ну, хорошо, вот вам подвижки по Украине, а мы там с Ираном и Китаем. Вы закройте глаза на это, когда мы будем губить по Ирану, например. Ну, что там Украина для них? Да, очень важный партнер, но мы же не сдаем ее совсем, думают американцы. Это ситуативно, на полгодика, на год создадим иллюзию, а потом снова переиграем. Ну, вот так и играем. Хорошо. Ну, ступим пешку для того, чтобы ладья прошла дальше. Ну, а с другой стороны, это Алексей. Вы же сами сказали, что война, она просто нас изматывает, она убивает наших людей. Она нас не изматывает абсолютно. Как же не изматывает? Люди гибнут каждый день. Ну, каждый день гибнет чей-то отец, чей-то сын, чей-то брат, я не знаю, мирные жители. Как не изматывать? Украина же гибнет гораздо больше людей, правильно? Если считать чисто... Ну, это страшно, постановка вопроса. Страшно, но оно так и есть. Но ведь мы отдаем часть бюджета туда, и все это, это же, ну... Так тут же вопрос какой. Если не будем отдавать туда часть бюджета, то что мы сделаем? Сократим расходы на армию. Через 5-7 лет мы будем опять небоеспособны полностью. А может и быстрее. Снова небоеспособны повториться ситуация с Крымом и Донбассом, только уже в других областях. Сто процентов вам даю. Сто один процент. Ну, подождите, я вам так хочу сказать, что без ядерного оружия, как сказал Лавров в одном из интервью, собственно говоря, только ядерное оружие, но сегодня не является защитой. А что еще? Ядерное оружие не является никакой защитой. Является ядерное оружие... Кто будет с нами даже считаться, если у нас будет армия, но не будет ядерного оружия? Ну, как это... Ну, вот смотрите, давайте посчитаем, сколько раз нападали в 20 веке на ядерные державы, у которых было ядерное оружие. Аргентина, Британия. Был конфликт? Ну, был. Аргентинцы напали, наплевав на то, что Британия второй по значимости член НАТО, и у нее очень много ядерного оружия. Ядерная природа напали, напали, воевали, британцы еле отбили, там было количество случайностей. Индия, Пакистан воюют с ядерным оружием. Воюют. Китай, Вьетнам воевали, в Вьетнама нет ядерного оружия. Между ними и Вьетнам, и Китайско-Вьетнамская война 79-го года, потом схватка за острова Спратли и так далее. Что там еще? Ну, Россия сколько воин ведет? С 79-го года непрерывно воюют, несмотря на ядерное оружие. Ядерное оружие – это элемент сдерживания. Но всерьез лупить ядерным оружием на европейские части бывшего Советского Союза никто не будет. Ни мы, ни Россия. Поэтому, опять же, есть эквиваленты ядерного оружия. Если есть дальнобойное, тяжелоуправляемое ракетное оружие, которое на тысячу километров лупит после разрыва договора, можно и такое сделать, то попробуй там всерьез оббить Украину. Приоритетные аэродромы и центры управления командных пунктов прямо под Москвой, прямо за Москвой. Это серьезный элемент сдерживания. Их же начали делать активно. Гром, Вельха и так далее. Я правильно понимаю, что вы сторонник того, чтобы все-таки война до победного конца длилась? Нет, не война до победного конца. Не война до победного конца. Тактика тысячи порезов. Режем лапу медведю, которую он сюда засунул по глупости. Но они что же против нас так же действуют? Это как бы тысячи порезов один другому? Кто кого? Пока мы их режем больше, чем они у нас. Почему? Это же по соотношению потерь. 20 у нас, 60 у них каждый месяц. А ведь эта пропорция меняется в нашу сторону. Потому что Запад помогает нам перевооружать вооруженные силы. Реально. Мы постепенно их обгоняем по качеству пехотного вооружения. Например, снайперского. Это непосредственно сказывается на потере. Еще 2-3 года такого конфликта. У них кончатся люди, желающие идти в окопы. Физически. Постепенно. Еще из России подвезут? Нет. Это веревка, которая по миллиметру выбирается. Мы показали, кровь пустили, когда мы массово применили где-то месяц назад противотанковые ракетные комплексы. Помните, были кучи видео, когда мы раз их поджарили, два, три, пятая, десятая. У них морально-психологическая заводилась абсолютно вниз. Ты не можешь высунуться, не зная, прилетит или не прилетит. Это очень скверная история. Начиная с того, что наша военная зарплата больше получает, чем их. Уже больше. Уже больше? Конечно, да. И там ДНР всерьез, ВДНР всерьез говорят, о чем мы там пошли, мы же раздали Украину, идем в Украинскую армию, завербуемся, больше денег будет. И так далее. Это по миллиметру выбирается и выбирается. По клоузовицу поражение в войне это отказ противника от сопротивления. В любой форме. Мирные переговоры как угодно. Если мы отказываемся от сопротивления, мы проиграли в очередной раз. В очередную российско-украинскую войну. А нам это надо. Что мы вкладываем в генетическую память своей страны таким образом, в будущее поколение. Что мы проиграем Россию, что мы не можем с ней бороться. Давайте посмотрим, что в Грузии происходит, на Аккорном Карабахе происходит, то же самое в Приднестровье. И вот оно тоже, вот висит, висит. И что мы вкладываем тогда в генетическую память своей страны? Что мы сопротивляемся? Нации, которые сопротивляются. Израиль, та же самая история. Израиль, у него есть проблема с сектором газа. Сектор газа, Хамас, исламский джихад, хотят, чтобы Израиля не было. А Израиль хочет, чтобы их оставили в покое. Кто проигрывает, как вы считаете, постепенно? Израиль. У Израиля нет позитивных целей в отношении исламского джихада. Ну, не уничтожить их действительно полностью всех. Они не могут себе это позволить. А у этих есть цель уничтожить Израиль. И толковые израильтяне умные. Не вот эти ура, бывшие наши патриоты, которые считают, что сидят на форумах и считают, что мы сейчас одним могучим ударом помнят, что они из Советского Союза. А серьезные израильские стратегии, все эти Минские, Осло соглашения, прямо говорят, что пока у одного противника, пусть даже бесконечно слабее, есть активная цель, он выигрывает стратегически. А если мы хотим просто оставить в покое, вот как по-деревянски предложил идею для Украины, ставьте нас в покое. Это идея проигрыша, стратегическая. Через 5, через 10, через 50, но мы проиграем с такой идеей. Спартанцы, знаете, что Спарта была единственным полюсом в Греции, у которой стен не было. Не было защитных сооружений вокруг города. Знаете почему? Ну, потому что боясь, туда идти, понятно. Нет, их было очень мало. Они не могли себе позволить сидеть за стенами. Им надо было постоянно создавать неприятности своим противникам далеко, чтобы они решали их там, и никто не атаковал Спарту. Ух ты, я думала, потому что там были войны такие. Не, не, не. И мачеков убивали, еще там прямо со скалы сбрасывали слабо. У них мобилизационный готов, моб-ресурс был у Спарты в лучшие времена 15 тысяч, Афины 35-40 выставляли, спокойные там и другие, а уж в союзе, в союзе городов и так далее. Они создавали неприятности постоянно далеко, чтобы люди, решая их в своем доме, не шли в чужую воевать. Это сейчас и Россия так делает, в Венесуэле проблемы создала американцы, меньше будет телезть в Украину. Мы должны их все время подрезать. Почему? Если смотреть, за что идет конфликт, с моей точки зрения, он идет за наследие Киевской Руси. Кто? Кто тут, кому наследник? А как у арабов и евреев? Они за Храмовую гору, за первородство, и мы за ними, за первородство. А если? Если. А такие конфликты принадлежат к роду нерешаемых конфликтов. То есть мы с Россией обречены воевать в ближайшие 30-40 лет. Вечную войну. В том или ином варианте, она не успокоится. Ну, это же сумасшествие. У нас соседи такие. 2000 километров, 2700 километров сухопут на границе с такими соседями. А если заберут Приднестровье и заберут, что не исключено, и заберут Беларусь, то это еще добавится. Мы с 4-5 территорий будем окружены. Люди, которые хотят мира в тот момент, когда к ним лезет с топором в дом сосед, он бьет топором методично. Пусть даже самую защищенную дверь в конце концов проиграют. Послушайте, давайте сейчас немножко ведемся к Беларуси, о которой вы вспомнили, потому что ведь совсем недавно кто-то мне сказал из экспертов, извините, не могу вспомнить кто, что если Америка введет 2000 контингент, увеличит до 2000 контингент, то Россия может ответить на все то, что происходит, и она увеличит контингент, скажем, в Калининграде, и, конечно же, ведет войска в Беларуси. там просто поставит свой российский контингент. Бедная, бедная Россия, да вынуждена реагировать, да ты как, эксперт не из Москвы приехал? Нет, не из Москвы, нет, 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 что она просто отреагирует на то, что происходит. Американцы реагируют на Россию. Вот давайте поговорим об этом, потому что ведь Лукашенко долго сопротивлялся всяким российским, по большому счету, военным базам, помните, в авиацию там Путин говорил, он сопротивлялся, но они там всегда были. Но они там всегда были, это другой вопрос, так вот будет ли союзное государство, скажем там, Беларуси и Россия, может ли это повлиять серьезно? Оно есть, союзное государство Беларуси и Россия с 2002 года существует. Оно есть, но вот с одним руководителем, скажем так. Ну, это тоже же там, планирование идет же по вариантам, так вот, максимально хорошее, минимально хорошее, среднее. Ну, они ведут дело к тому, чтобы Беларусь и Россия стали одним государством. Говорят в сентябре, во время выборов парламентских, в Беларуси будет еще один вопрос насчет союзного государства с Россией, слияния в одно государство. Ходят такие темные слухи с белорусской стороны. Вот, ну, подожжем до сентября, увидим. Но Лукашенко-то не пойдет на это? Ну, смотря, что предложит Лукашенко. Таких вот парней, он, конечно, крепкий дядька, но вот обстоятельства меняются. 18 лет стоит на одной позиции в меняющемся мире, там, всегда можно только очень хорошо колеблеть вместе с линией партии, как будто он колеблется, соответственно, играет, смотря, что предложит. Если ему предложат премьер-министр союзного государства, Путин первый. Да, там россияне в обморок упадут. Ну, почему очень много. Из окружения Путина, представьте себе, просто. Рейтинг Лукашенко очень высокий в России. Да, они его там считают, идеальный руководитель. Многие простые россияне. Путин не преревнует? Ну, я президент, Путин, а Лукашенко премьер, там дальше игры, премьер же можно отставить. Ну, в общем, как-то найдут общий язык. Тут проблема в чем, что тут же, как это, реальный, реальный баланс сил играет роль. Если все белорусские силовики закончили высшее военное заведение в России, и все поголовно лояльны, то в любой момент Александр Георгиевич может проснуться, вокруг стоит 20 генералов, выпускники Академии Генштаба Российского и скажут, вы уже вот как-то по состоянию здоровья не способны, Александр Георгиевич. Прищегнули уже другому президенту. Забыли вам сказать, да, но в этот сам. Просто это все делается аккуратно. А как Запад отреагирует? А что будет? Конъюнктура, перспективы и так далее, и так далее. Ну и опять же, вот что такое де-факто де-юре присоединить? Что лучше при данном раскладе в Европе? К 20-му году иметь белорусское население, которое полностью за Россию, хотя де-юре нет государства, нет объединения. Или там объединить де-юре, но при этом 40% белорусов колеблется. Они работают на культурной революции в Беларуси сначала. Когда чем больше людей будет за, дальше это свершившийся факт, оформление юридического которого особо ничего не меняет. Учения регулярно проводятся, инфраструктура строится за счет белорусских денег и российских совместных, военная инфраструктура. Там ПВО объединено Россией и Беларусь даже чисто по военным вопросам. Учения имеют характерную направленность на Сувалковский коридор, отчего поляки там как это, стоя спят, они могут успокоиться, потому что прямо на Калининград. А что насчет насыщения Калининграда войсками? Калининград перенасыщен войсками, так же, как Крым. Туда уже совать. Уже не влазят, да, там войск там. Вот столько. Тогда давайте сейчас поговорим о том, как Россия играет последний год и где она успешна, где нет. Потому что вот в том же интервью, которое давал Макрон, он увязал возвращение России в большую восьмерку с успехами, миротворческими успехами в Украине. Это очень интересно. Интересно и важно. И вот давайте по этому посмотрим, где Россия вот выиграла за последний год и где она проиграла и что она может предложить таким странам, как Штаты, что она может, где она может выторговать себе преференции. Потому что ведь если у нее все хорошо, условно говоря, в Сирии, это один разговор, и она что-то может предложить. Может предложить ли она Трампу какую-то победу в Венесуэле, победу для Трампа. Может ли она предложить ему что-то в борьбе с Ираном? Потому что мы видим, что ситуация по Ирану тоже разворачивается очень непростая. И зачем даже она тоже разворачивается? Ну да. Россия сдала Иран в Сирии. Вы считаете, что Россия сдала Иран? Они были союзниками, да. И успех вот этой операции воздушно-наземной обеспечивал воздух, воздух обеспечивали россияне, а наземные иранцы, про-иранские формирования всякие. Вот они освободили 70% Сирии, сохранили асадов власти. Запад считал, что это невозможно. Все вокруг считали, что это невозможно. Но Россия сыграла с Западом и с Израилем так, что вот израильские самолеты и западные, когда бомбят коалиционные, бомбят иранских военных, они летят через зону ответственности российского ПВО в Сирии и они ничего не делают в России. А иранцы часто их обвиняют в том, что они прямо сдают, где находятся, где какой конвой пойдет и так далее, и так далее. По крайней мере, не прикрывают. Тоже мне союзнички. Но вынуждены ситуативно бороться за всякие Идлибы и прочие места. То есть Иран имеет огромный зуб на России. Он фактически, де-факто, она его частично сдала в Сирии. И вот за счет этого гибкого лавирования, за то, что Израиль горой стоит за Россию, потому что Израиль борется с Ираном, со злейшим врагом, не дай бог, вот этот будет шиитский коридор из Ирана через Северный Ирак непосредственно в Сирию. Это кошмарный сон. И на играх, на борьбе с ИГИЛ, западной коалиции и так далее, в которой они как-то себя в Сирии чувствуют. Ни мира, ни войны такая средняя позиция. Стрельба идет, там далее, но никуда определенным, ни к чему определенному она не приводит. Ну и отлично, статус-ку. В Сирии? Да, в Сирии. Вы знаете это выражение на Западе? Кому нужно позвонить, чтобы решить вопрос по Сирии? Нужно звонить в Москву. Да. Ну это же такое выражение Так и есть, да. То есть они там, Москва там выиграла в Сирии. Ну и ситуативная победа. Потом, сразу после, как это было провели вот эти вот сочинские или астанинские встречи, сразу была видна мультипликация, взрывная мультипликация успеха. Заявил Судан, Центральная Африканская Республика, сейчас Конго, Ливия, Хафтар пошел наступление, генерал и так далее. Люди, Египет начал строить, заговорился с россиянами о строительстве АЭС, о базе на Красном море, там и так далее, и так далее. То есть видно, что ближневосточные правители, средневосточные, африканские, поняли, что Россия является гарантом, потому что с Западом они договориться не могут, кушая на обид своих подданных, как бы, да, фигурально выражаясь, а иногда и прямо, как история была с Иди Амином, помните, в Уганде когда-то. Так вот... Вы съешьте нашего посла, да? Да, да, да. Они говорят, что, да, они, да, съешьте нашего посла, да. Да. Они что сделали? Они поняли, что это хорошая тема, что можно мультиплицировать успех, что Россия поддержит, не сдаст. И сразу погибли, Арханг-Джемаль погиб, там, да, который не туда нос сунул, и так далее. Все, минимум в пяти странах Африки, а то и в шести сейчас, в Чарат, опять же, да, есть российские военные инструкторы, базы военные представительства, и так далее. Та же самая история с Венесуэлой. Вот почти победил Гуайдо. Мадуро там уже был изничтожен, и так далее. Просто... Хоп! Да. Патовая ситуация, не туда, не туда. И Запад говорит о том, что вот мы ля-ля-ля. Та же самая история в Украине. Только пока мы еще, как бы, было легитимное правительство, которое там активно боролось, Запад уговорил, не давало, не пускало, связывало, встраивало Украину в коллективную систему безопасности. У нас сейчас все шансы зайти вот в такую ситуацию, не туда, ни мира, ни войны, когда люди гибнут, ничего не решается, но... А до этого как будто все решалось. Ну, Алексей. До этого была выраженная тенденция, что мы не помиримся на этих условиях. И самое главное не было, что хочешь решить в Киеве проблему, позвонить в Москву, в Украине. Да, все идет туда, чтобы на Западе так заговорили и про Украину. То есть вы хотите сказать, что Запад готов обменять Украину на что? Запад не готов, но играя с Россией... А, то есть он как Альхен будет краснеть, смущаться и отдавать? Да, будет краснеть, смущаться и потихонечку сдавать. По одной... А когда мы... Там кто-то очень патриотично будет говорить, что доколе, как же так вот так вот вы сдаете, что за бесконечный 39-й год, они будут говорить, так вы же сами в лице вашего избранного руководства с очень большим количеством рейтинговой популярности сами же это делаете. Ну, там есть 25% маргинала. Ну, он же еще ничего не делает. Из чего? Он еще... Ничего такого по сдаче государственных интересов-то не было. Он всего-то... Людмила, они... Еще и не месяц президент. Они убили восьмерых солдат, минимум, одним своим заявлением украинских. Ну, слушайте, айловайские котлы? Ну, айловайские котлы... Айловайские котлы это сложное комплексное явление, в котором еще разбираться и разбираться. Там же все нам грозят судом, а суд никак не случится. Мы все ждем суда, когда все скажут под присягой, что они думают. Но пока чего-то никак нет. Это сложное явление. Скажите, считаете ли вы, что от Украины может сегодня зависеть... Ну, извините за уже такое уничижительное даже такой вопрос. От Украины зависит судьба Украины. Что я сейчас хочу сказать? Означает ли это, что могут собраться крупные державы, Штаты, Россия, или там Европейский союз, какой-то союз, или Германия, например, я не знаю, будут участвовать в этом в Китае? Все заинтересованные стороны. Ну да, вот вы правильно, но я все-таки хотела их перечислить. Ну и что там, какую-то выстроят партию, и скажут, ну вот, а вы вот уже вот такая вот фигура. И ваш ход только там как. Да, да. Ну вот у вас есть там, ну вы можете медленно интегрироваться в ЕС и НАТО, для этого надо проводить обширные внутренние реформы. Потом тема НАТО будет... Ну это всегда они так говорят. Да, потом тема НАТО будет постепенно сниматься, и будет оставаться только тема ЕС. Вот в течение трех, четырех, пяти ближайших лет мягко будут снимать тему НАТО, будут стараться, по крайней мере, будет оставаться тема ЕС. А тема ЕС будет все дальше и дальше отодвигаться, как Климкин сказал, в ответ на тех, кто рассчитал, что в 25-м году, он говорит, подождите, нам дай бог в 35-м. Нет, извините, я хочу вернуть к этому, вот напомнить нашим зрителям, что Климкин министр иностранных дел в последние годы. Выходит, говорит, люди вам врут, мы не вступим в Европейский Союз. Это что такое вообще? Это за счет он все время в раунду? Климкина спросить надо. Нет, ну как? Ну вот это и есть финансизация. Тему НАТО снимут постепенно, по крайней мере скажут, будут делать все, чтобы снять. А тему Евросоюза не снимают, но как бы все время отодвигают. Ну не готовы, ну не готовы. Сюда зайдут российские деньги, и все. А что такое снять тему НАТО? Ведь вот некоторые военные эксперты, которые тоже бывают у нас, они говорят, что по большому счету вот наша армия, она к сожалению, так и осталась пока еще советская армия. И никаких реформ по большому счету. Ну какие-то реформы проведены, но они настолько минимальны, что вот мы просто ее укрупнили, эту армию раздули, но по-прежнему остается советского расстана. Да, украинская армия, это больная тема очень. И если трезво оценивать эти реформы, они там, пойди найди ту реформу. То есть и стратегическое развертывание не означает еще реформ, реформирование. Там в армии огромное количество проблем реальных. Но не в этом дело. В болгарской армии гораздо больше проблем, чем в украинской. Я в этом не сомневаюсь. И она намного более советская. И если побывать в Болгарии и посмотреть на нее, то Украина была готова по болгарским меркам готова была в 95-м году еще выступать. Спасибо, что вы сказали об этом. Именно под это я и подвожу. То есть это же политическое решение. Да, но Болгария-то в НАТО. Понимаете, поэтому что... А Волкер недавно сказал, что напрасно Россия думает, что если в НАТО не принимают воюющее государство или воюющее государство с территориальными спорами. В таком случае мы не можем принять ни одну страну в НАТО. России достаточно ее атаковать. И тогда это сам. Но НАТО так не играет. Никто не может определять, кого мы принимаем, кого нет. Это иллюзия. В НАТО принимают страны, прямо открыто ведущие боевые действия. Более того, внутри стран НАТО много раз велись боевые действия. Например, Греция и Турция. Вообще внутри НАТО 3-4 конфликта. Таких вот потенциальных, не раздутых. Тоже Гибеллафтар, и так далее, и так далее. Много нюансов. Ну, Кипр тоже самое вспомнил. Ну, я же о чем говорю. Те же самые исландско-британские рыбные войны, где там флоты стреляли в другую радость надом, и так далее, и так далее. Пусть на упреждение, а не на поражение, но тем не менее. Конфликт Канады и Дании за острова там, в районе Гренландии, и прочее, прочее. Много есть вопросов. Поэтому, ну, тут вопрос какой, что попытаются снять через тему референдума. Народ не понимает, народ против. Мы готовы вступать в НАТО. Тут же момент какой, что люди думают, что НАТО, это вот когда сюда приезжают солдаты НАТО. Мы вступим в НАТО, если здесь окажутся американские базы, не, НАТО по-другому работает. Если мы вступаем в НАТО, украинские солдаты становятся солдатами НАТО. В этот же день. Мы все натовские солдаты. Это хорошо, но ведь само... А уже, да, само НАТО очень разное. Вот, конечно. Там НАТО очень разные стандарты, разные зарплаты, разная логика, структурная логика разная. Например, простейший пример, я не знаю, там, ну, какой возьмем. Чешское министерство обороны. В чешском департаменте J2, так называемый, он включает в себя военную разведку и военную контрразведку одновременно. А в большинстве стран НАТО это разделены функцией. То есть контрразведка внешне осуществляется, а военные только сами себя разведуют, но не контрразведуют себя. И так далее. И полно нюансов по тылу, по медицине, по всем организации. У НАТО очень гибкие стандарты, очень широкие. Каждое государство национальное ведет свою военную политику. Мы вполне... Мы можем стать членом НАТО вот так вот, по одним решением. Но судя по некоторым тенденциям, разговорам про референдум, эту тему будет мягко снимать. Ну, не готово наше общество к НАТО. А под какие разговоры? Под... Вы реформы не провели в армии? Под чего там? Не вытягиваем. Россия-то не понравится. И так далее, и так далее. Идет тенденция на мягкое замирение. С Россией? С Россией, да. Чтобы прекращение конфликта. Или это ситуативно, или это долгосрочная политика, непонятно. Но в любом случае мы этот соблазн пройдем. Если народ хочет помириться, он попытается помириться. Если внешние граждане хотят помириться, они попытаются помириться. Ну, видишь, 6 лет стрельбы. 6-й год идет стрельба. И как бы не туда, не туда. И, ну, ясно, что надо... Попытки... Мы обречены на попытки помириться. Так или иначе. Ну, займет эта попытка полтора-два года. Потом, если Россия будет продолжать такую же свою тенденцию, война возобновится в том или ином варианте. Если не будет продолжать тенденцию, если они будут умными людьми и мягко планировать, они нас будут постепенно боевую готовность, постепенно делать эту тему непопулярной, постепенно нас финляндизировать. Если они к 28-му году, в 25-м нас финляндизируют, то это грандиозный стратегический успех для них. И очень большой мир и покой в Европе, потому что наконец-то эта тема Украины и России бесконечно как-то прикрыта, Россию можно возвращать обратно во все эти пары, снимать санкции и нормально опять работать. Бизнес же стонет, все хотят деньги зарабатывать. Все довольны. А то, что Украина стала Боснией, страной без собственной исторической судьбы, территорией, то это уже дело такое. Кого это по большому счету волнует? Если вы сами не хотите... Не, мы вам предлагали, но вы же сами не захотели. Вы же сами захотели мира. Нет, подождите, что они нам предлагали? Давайте-ка разберемся. Что они нам предлагали? Когда началась война? Когда только началась захват Крыма? Я говорила с одним экспертом из Германии, который просто вот так мне в лицо сказал, если вы думаете, что кто-то придет вам на помощь, забудьте об этом. Вы будете воевать один на один. И что было неправдой? Более того, до где-то ноября 16-го года главная германская идея была снять и французская, снять с нас вышиванку и помыть в прихожей Кремля пол. Они вообще... Это прям ногой ткнули наших партнеров по нормальному формату. Они вообще не хотели ничего с этим делать. Только после... Первые сдвижки начались после... Первое оружие, первые всякие там бренджилеты и прочие там бренджилеты начали перебрасывать в декабре 14-го года. Такие микроскопические. На уровне Канада прислала 20 бренджилетов. Ну, конечно. После Минска второго, где Путин настолько брутально себя вел, что Оланд и Меркель прямо на него обиделись физически. Меркель вышел и сказал, что он неадекватный человек. Врал в лицо, втирал очки, угрожал и так далее. И Порошенко переменился очень сильно. Приехал сюда. Я знаю, просто он начал военным отдавать приказы, на который не решался до этого после Минска. И эти немножко подвинулись. И где-то с ноября 16-го года Запад начал понимать, что когда российские офицеры Главного разведывательного управления Груга Ша устраивают переворот с планами убить премьер-министра Черногории всего лишь завершенного в НАТО и интригуют Македонии и травят британских граждан боевым химическим оружием на территории Британии, убивают. То, наверное, дело не только в Украине. Дело, скорее всего, еще в том, что что-то против Запада России имеет. Правда, и что они сделали после этого? Смотрите, там начало усиливаться тот фланг политиков, когорты, которые сторонники рассматривают Украину как правый фланг НАТО. Сделать ее ближайшим военным союзникам есть такой статус вне НАТО. Пока ничего этого нет. Пока ничего этого нет. И стали перебрасывать войска в Европу и накачивать вот эту всю историю, о которой мы уже с вами говорили. Такая тенденция возобладала. Сейчас маятник явно пошел в другую сторону. Смотрите, перебрасывать войска НАТО в Европу это тоже против нас. Это не про нас тоже. Это не нам поддержку. Это их обезопасность. Это часть системы коллективной безопасности. Ну вот об этом речь. И так далее. Так вот, куда включена Украина. Например, по кризису учений Запад-2017 мы работали совместно, на 100%-ом, на 100%-ом, совместно работали с Западом на тактическом, оперативном, стратегическом уровне. Именно поэтому россияне не остались в Беларуси, НАТО там было много-много месседжев с перебрасыванием войск. Причем все это шло по взаимодействию. Мы, страны Балтии, Польша, американцы, британцы, очень активно все это... Не пришло еще время рассказать, к сожалению. Так вот, сейчас там в связи с Победой Зеленского возникли иные тенденции. Тоже с Победой Зеленского? Вы упрощаете. Это нет. Что только Победа Зеленского изменила все уведение. Очень просто. Чтобы большие изменения происходили, нужно, чтобы четыре рамки сработали. Внешнеполитическая, внутриполитическая. В той стране, в которой должны произойти перемены. И тех, кто интересантов, которые снаружи. Вот эти рамки... События происходят, когда три рамки складываются. Например, когда меня спрашивают, когда мы можем освободить Донбасс. Ну вот, когда российский народ не будет против, а российская власть по какой-то причине не сможет отвлекаться, например. Когда народ Донбасса не будет против, когда международное сообщество будет против. Или когда Украина будет готова захватывать. Вот три рамки сложились, можно. И политика, это вот такие большие маховики ходят. И периодически возникает конъюнктура. Окна, когда можно что-то сделать. Они очень ненадолго возникают. Все остальное время это нудная, системная, скучная работа. Но вот периодически возникает... Вот сейчас возникла конъюнктура в связи с американскими выборами, в связи с проблемой Ирана, Венесуэлы, в связи с избранием Зеленского. Дело не только в избрании Зеленского. Вот оно сложилось, и какое-то время посуществует. Сейчас все дружненько хотят реализовать Минск. Я думаю, что он не реализуется. Не реализуется. Не реализуется. Но то, что ближайшие полгодика все будут активно мириться, мирить нас и обменивать, это однозначно. Нас уже обменивали сколько раз? За 6 лет. Ну, говорили много, конечно. Много. Украина разменная монета. Вот сейчас там 17-я попытка разменять Украину на какие-то там Ираны и так далее, и так далее. Вот то, что в Молдове происходит, не наводит вас на... Не, я знаю, что Портников наговорил, но я не сторонник конспирологии. Я больше 10 лет спецслужбы провел. Поэтому я на стратегическом уровне. Я могу сказать, что конспирология ни хрена не работает. Ну хорошо, раз она ни хрена не работает, то объясните мне, пожалуйста, почему в одном месте вдруг оказываются представители Соединенных Штатов, Россия, Евросоюз, и там вдруг сразу оказываются два правительства там и дальше. Да, наш МИД меня шокировал. Который признал и тех, и тех. Мы любим и тех, и тех. А что делать ему? Я непонятно, кто из них любимый, например, министр. Мы изучаем ситуацию. Ну так все. Держим, консультируемся, держим контакт. Так что там вот, если не конспирология, то что это такое? Это не конспирология. Они, я, честно говоря, понятия не имею, чем Молдова могла заинтересовать таких уважаемых людей. Ну вы же видите, что там происходит? На всем уважении к Молдове сколько там населения? Два с половиной миллиона? Четыре? Ну чем-то же заинтересовало. Да, ну вот заинтересовало. Приехали они. Видимо, видимо, хотят разрешить Приднестровский конфликт, которому больше 20 лет, и где очень многие люди, не знаю, уважаемые за этот сам, в частности Украина там имеет большой авторитет. Он тоже в Минске решается, кстати. Дядька Лукашенко, он и Карабах решает в Минске, и Приднестровье, и этот самый, и так далее. Вполне возможно, они пытаются отработать модель какую-то разумную. На Приднестровье? На Приднестровье. Если мы решим Приднестровскую, давайте уже таким образом решим и Донбасскую проблему там, да, и так далее. Вопрос о Крыме. А где Крым во всей этой истории? Крым забыли, о Крыме никто ничего не говорит. Ну, правда, у нас увеличило количество учений в Черноморском бассейне, перебрасывают войска и так далее. Ну, как бы, такая вот с повестки дня он прошел. А одной из главных задач был срыв раздел Донбасса и Крыма для России. И задача постоянно стояла всех дипломатическому корпусу, СМИ и всем остальным, чтобы порвать это, разрывать эти темы. Ну, так извините, нормандский формат сразу разорвал. Создание нормандского формата априори сразу разорвало. Мы там пытались что-то карабкаться там и говорить, что это единая тема. Мы все время ставили в международных судах, в арбитражах и всем остальном. А они сейчас эта тема замолчат. То есть маятник пошел не в нашу сторону. Посмотрим, что там... Я вот не хочу конспирологией в отношении Молдовии заниматься, да, в Молдовии. Посмотрим, к чему это все выглядит. Кто там у них... В субботу у них там большой мажь противоприбинских сил, может закончиться Майданом и так далее, и так далее. Каким-нибудь завтра. Посмотрим, чем это кончится. Но в любом случае, что... Я бы не проводил прямых параллелей. Даже примирение совместное Молдовы не означает отработку варианта по Украине. Это могут быть два независимых события. Нет у нас оснований пока говорить, что это точно полигон для решения украинского вопроса. Может, они решают молдовский отдельно в ближайшие 6-9 месяцев. Ну, год, может быть. Я уверен, на 101%. Год как-то большой. Ну, до формирования нового правительства, до февраля, до января, когда это все будет там и так далее, и так далее. Подождите, мы же хотим новое правительство в сентябре. Уже до срочного выбора. Это мы так хотим. Реально, пока большинство, пока в коалиции, пока примут бюджет. Это же бюджетный выбор. Надо бюджет принимать, новое радио будет сразу. Есть о чем поговорить. И тут же выборы в США. Вот до конца выборов в США, скажем так, будет попытка мириться, мириться, потому что для меня это повестка выборов в США. Вот иранская тема и украинская тема это повестка избирательной кампании Трампа. Ну, просто она, как вялотекущее решение, она тоже не успех Трампа. Нет, конечно. Вялотекущее будет считаться поражением, серьезные сдвижки будут считаться победой. Поэтому Украина, вернее, урегулирование, с одной стороны, наезд на Иран, а с другой стороны, урегулирование украинского конфликта это предвыборная технология Трампа. Две кнопки, на которые он жмёт. Ну, плюс война с Китаем, плюс унисуэлла ещё, посмотрим. Африка там меньше интересует. Ну, конъюнктура, да. Мы такое государство, очень сильно зависящее от Соединённых Штатов, от их политики и от российской одновременно. Они там на нашей голову и пытаются там вот что-то порешать. Но тут есть другая проблемка. Вот эта акция в понедельник под администрацией президента показывает, что если всерьез начнут мириться не на наших условиях, всякое может произойти уже на банках, скажем так. А не только там в Вашингтоне или в этом самом деле. Я знаю, очень много очень злых людей, побоевавших. Ну, я вам так хочу сказать, у нас уже в стране последние пять лет очень много очень злых людей. Правда ведь? Да. Причём по разной причине. Барьера нет никакого. Да. То есть никто сейчас не остановится уже. Плевать всем. Это если на Майдане были тяжкие внутренние сомнения, то сейчас уже все эти сомнения оставили в 2014 году. Поэтому всякое может быть. Алексей, ну я не могу отпустить, не задам ещё один вопрос, конечно же, связанный со стандартами НАТО. И в этом смысле Эрдоган прекрасен, который под стандартами НАТО подразумевает С-400. И даже американцы как-то немножко ошалево от этого прекращают готовить пилотов. Да, он торгуется за Северную Сирию. У него там свои. Но сейчас уже тоже, смотрите, они хотят С-400 поставить и в то же время про турецкие формирования сейчас кошмарят россиян. Не дают им приблизиться к турецкой границе и так далее. А одновременно турецкий поток там запускается. Что такое сложная международная политика? Нам говорят, что мы торгуем с Россией. Ну так я могу сказать, что вы посмотрите на турецко-российские отношения. Там и продажа, и в то же время протурецкие боевики, которым управляют турецкие офицеры, стреляют по российским базам непосредственно. Сбивают самолеты российские и так далее. Одновременно они нефть вместе тянут одновременно дразнят США, одновременно покупают С-400 и в то же время Турция вместе с американцами, с американскими силами специального назначения поджаривает, подкошмаривает россиян в той же Сирии. Это вот такая слоеный пирог через полосицы современная политика. Это все началось еще с Ирана-Иракской войны. Вот до этого войны были какие-то более-менее честные. Иран-Ирак 20 с лишним крупных общевойсковых операций, миллионы погибших. 12-летние дети планирования полей, химическое оружие применяли. Дипломатические отношения сохранены, торговля шла приграничная. На этом участке фронта стреляют, на другом христиане торгуют, обмениваются. Даже крупные фирмы и концерны работали с друг другом через там почти непосредственно на территории этих стран. Слишком сложно. А уже если брать израильско-арабские отношения, это песня. Хрестоматийный пример для Израиля. У них Марокко посылала контингенты на арабский фронт, арабо-израильский фронт. Марокканские подразделения воевали против израильтян. В это время израильтяне готовили марокканских офицеров и накачивали Марокко оружием, потому что играли в свою игру на этом континенте. Представьте себе, сейчас бы мы узнали, что мы обучаем российских офицеров и торгуем с ними, и поставляем какое-то вооружение. Вот это то, что делал Израиль. Но правительство там никуда не упало, видимо, потому что хотело умело хранить свои тайны в то время. Нам этому еще предстоит научиться. Это сложная история. Мы можем с вами процессами, которые на Западе происходят и в Европе. Пошел в пользу. Сейчас мы в очередной раз наступим на шею Украины и попытаемся ее примирить. Думаю, эта попытка провалится, как и все три или четыре предыдущие, когда с нас уже снимали вышиванку и пытались помыть, я же говорю, в Кремлю сапоги. Провалятся. Уже выросла когорта людей, которые не допустят просадки по Минску. Ни быстро, ни плавно, ни медленно. Не допустят. Алексей Рихтович был у нас сегодня в гостях. Алексей, спасибо огромное. Спасибо, что выбрались к вам в студию. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем прямые эфиры на Укра-Лайф-ТВ.